Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях руководитель команды, которая на прошлой неделе на военно-спортивных играх «Зорница» заняла первое место. Руководитель команды Юрий Иванович Васюткин. Юрий Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Юрий Иванович, в первую очередь хотим вас поздравить с такой победой. И вот скажите, пожалуйста, вы ожидали, что вы победите на региональном Приволжском турнире? Спасибо за поздравление. Конечно же, мы настраивались на очень хорошее выступление, готовились очень серьезно, но победа всегда бывает неожиданная и тем более радостной. Долго готовились? Готовились долго. Долго, скажем, с этой командой мы занимались практически два года, шли к этому. Сколько человек в команде? Какие классы? Чем они занимаются? Чем увлекаются? В команде у нас 14 юнормейцев, из них 4 девушки. Занимаются они разносторонне и плаванием, и легкой атлетикой, и участвуют в олимпиадах, в художественных кружках. То есть очень разносторонние дети. Ну вот я знаю, что первая информация, которая поступала с Зарницы, да, там с первого дня, один мальчик у нас занял первое место в силовой гимнастике, по-моему, да, или в армрестлинге. Второй мальчик занял третье место. В каких-то соревнованиях было пятое, но мы подумали, ну, главное, наверное, ну, хорошо выступить. Зато представили свой регион на таких соревнованиях. А потом неожиданно оказывается, что команда из сельской школы лучше всех выступает на Приволжских соревнованиях. Вот как так удалось? Где получилось вырвать победу? Может быть, в каких соревнованиях вам удалось занять первые места? Ну, скажем так, вырвать победу где-то не получилось. Получилось, что с каждым днем мы потихоньку-потихоньку нарабатывали и выигрывали. То есть отрывались от своих соперников. Значит, силовая гимнастика у нас, вот это было второе место по силовой гимнастике. Первый день и по полосе препятствий. В дальнейшем все остальные конкурсы тоже очень хорошо выступили. И поэтому мы очень ровно держались. То есть это, скажем так, не случайность, это действительно целенаправленное движение лидера? Да, мы по всем конкурсам готовились, скажем, серьезно очень. И поэтому, ну, таких провалов не ожидали. То есть для нас каких-то сюрпризов не было. Значит, знали, что команда соперника очень сильная. Свои возможности не переоценивали. И поэтому работали очень серьезно. Юрий Иванович, а какие были конкурсы, какие были соревнования? Вот кроме, я знаю, специальных спортивных, были еще и направления, не спортивные направления, скажем так, а интеллектуальные. Ну, конкурс, теоретический конкурс, страница истории. Визитка, художественный номер. У вас был военно-исторический квест, насколько я почитала. Ну, да, написано военно-историческое, да, знание военной истории. Да, художественный номер. И что еще у нас там? Ну, остальные все, да, военные и спортивные. Так вот, в исторических конкурсах тоже победили? Нет, мы заняли шестое место. Значит, ну, шестое место – это тоже неплохое место. Ну, да, из 14, конечно. Да, из 14 команд. А так, в основном, в спортивных победили? Значит, у нас из 14 конкурсов 7 призовых мест. Да, и в основном спортивные. Ну, также и сборка-разборка автомата Калашникова. Скажем, по спортивному ориентированию мы, скажем, не профессионалы, не ориентировщики, мы заняли четвертое место. Это тоже достойное место. Юрий Иванович, я знаю, что это не первая ваша команда, которая добивается хороших, отличных результатов на вот таких региональных соревнованиях. Ну, мы выезжали позапрошлым году, в 15-м году, на Зарнице-Поволжье. Тогда мы заняли четвертое место. Мы чуть-чуть проиграли Пензе, но зато приобрели огромный опыт. Сейчас, какова дальнейшая судьба этой команды? Где планируете участвовать, где планируете показывать свои результаты? Значит, мы планируем дальше заниматься, потому что впереди у нас, опять же, начинаются, скажем, школьные олимпиады. Мы по УБЖ будем готовиться к районным олимпиадам, к республиканским олимпиадам. Значит, дальше уже переходим на Зарницу, Зарница-Орленок, районные, республиканские. Ну, будем стараться, опять же, занять хорошие места, призовые места в республике, а, возможно, и первое место. И дальше будем стремиться участвовать в российском финале «Победы». Когда он состоится? Он состоится где-то в июле-августе месяце. В августе месяце. В 2018 году? Да, в 2018 году. Как ребята восприняли победу? Как они отмечали, как они радовались? Победа – это всегда радостно. Я сказал, неожиданно и радостно. Все радовались, кричали, поздравляли друг друга. Ну, они верили, что они победят? Или все-таки… Ну, разговора у нас в процессе игры о победе никогда не было, потому что каждый день новый конкурс, каждый день новые задачи. То есть, мы вслух никто не говорил, но я думаю, каждый в душе надеялся, что мы выиграем. Спасибо большое, Юрий Иванович, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Еще раз поздравляем вас с победой. Передайте поздравления от национального телевидения Чувашии всей команде. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был руководитель команды юнормейцев из Батревского района Юрий Васюткин. Мы говорили о том, что команда заняла первое место в военно-спортивных играх «Хазарница-Преволжье». Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok